Добрый день. Я вообще читаю курс в университете, который называется «Современная французская философия развития теории феминизма», поэтому я буду вам рассказывать не столько о своих каких-то собственных исследованиях, а по большей степени расскажу о идеях, о которых я старалась обобщить. Кое-что было затронуто в моей диссертации, но не буду, конечно, говорить о каких-то горящих лифчиков, а поговорю именно о философском аспекте этой темы. Я надеюсь, что тут что-то будет все-таки видно. В общем-то, свое выступление построено таким образом. Я расскажу о том, что из себя представляет участие менизкая философия, сделаю акцент на французских авторах, потому что они мне больше всего нравятся, и потом еще немножечко расскажу о том, как сейчас существует менизкая философия, что она себя представляет. То есть в любом случае я хочу сделать акцент на том, что говорить я буду именно о философии. Ну, феминизм как движение. Вообще существует несколько определений феминизма. Мы можем говорить о том, что феминизм это просто стремление к равенству между мужчинами и женщинами. А можем говорить именно об общественном движении. Это общественное движение имеет три волны, так называемые. Первая волна, это 19-й и самое начало 20-го века. Называют эту первую волну иногда сутажизмом, именно потому, что женщины стремились получить избирательное право. Само по себе политика в большей степени распространялась именно на области государственного управления, и все, что было связано с политикой, основной вопрос был именно избирательное право. Но меня больше степени интересует вторая волна феминизма в 60-е, даже до начала 90-х годов. Она продолжалась. Что она в себя включает? В общем-то, в этот период понятие политического расширяется. Появляется такой лозунг «Лично это политическое». И поэтому женщина, когда говорит о политике, она уже подразумевает не только избирательное право, которое она наконец-таки получила. Здесь стоит отметить, что Советский Союз с социалистической революцией гораздо быстрее дал женщинам избирательное право, потому что если взять Европу, то там только после Второй мировой войны женщины могли себя взорвать социалистами. Вот. И еще то, что характеризует вторую волну. В общем-то, появляется фраза «Осовлажнение женщин». Я вообще, когда тему саму это формулировала «Почему бояться феминисток», я стала потом искать самые страшные картинки. Но я не очень страшные. Нашла их на запросы Яндекса и Гугла. Это вот что-то, что я могла вывать самого страшного. Действительно, я еще параллельно, буду пытаться идти на вопрос вообще, почему действительно существует такая негативная реакция в отношении феминизма и женщин, в частности, женщин, которые эти позиции отстаивают. То есть мы видим, что во Второй волну происходит такое стремление, в общем-то, как в философии, вовлечь философский дискусс в проблему власти. И так собственные женщины пытаются эту власть на всех уровнях осмыслить. И сразу скажу о Третьей волне. Я не буду ее отдельно рассматривать, потому что в основном Третья волна представлена американскими авторами. Они сейчас выходят за поли моих исследований. Но, в общем-то, феминизм дополняется различными проблемами стигматизированных групп. То есть это и секс-меньшинство, это цветные женщины, это, в общем-то, допустим, секс-работники. И развивается постколониальная теория. Все то, что в обществе рассматривается как маргинальное, становится интересом Третьей волны феминизма. Появляется экофеминизм, и даже такое выражение становится наиболее актуальным. Феминизм или смерть. Ну, это вообще-то в 1974 году придумала автор, которая хотела показать, что вот экофеминизм, да, и вся наша природа, и весь мир разрушится, если, в общем-то, мы не перейдем на феминистские позиции. Но для Третьей волны это более актуально. Но, как я вам уже сказала, я буду говорить о Второй волне. Почему? Потому что, собственно, феминистская философия, которая формировалась в этот период, она входит в французскую теорию, так называемую, которая объединяет философов таких, как Пухо, Деридады, Лёс, в общем-то, всех постмодернистов, Леотаров, Бадрияра. Это американские последователи французской теории, это Джудит Батлер, о ней я тоже еще постараюсь сказать сегодня, Гаят Респивак, Эдвард Саид, Ричард Рорти и другие. То есть, в общем-то, одна из проблематик французской теории, если мы будем говорить о французской постмодерна, заключается в том, чтобы анализировать субъекта, критиковать субъекта, анализировать смерть субъекта и смерть автора, критиковать и презентацию, линейность истории, переосмыслять классиков. И, в общем-то, поэтому феминистская философия, она не представляет из себя какого-то отдельного образования, то есть, отдельного осмысления просто женщины. Да, это самая обычная философия, в которую уже включена проблематика женского. И давайте следующий. Слайд, это вот такая вот иллюстрация, здесь изображена, это 1901 год, такие фотографии, сатирически представленные. В общем-то, тоже, наверное, какие-то были опасения вообще, чем опасен хеминизм, особенно на второй фотографии. Единственное, что если мужчина стирает, а женщина нет, то она обязательно будет носить там мужские брюки, ну, в общем-то, выглядеть как мужчина, и, наверное, ничего хорошего в этом не происходит. Вот, в общем-то, сатира по поводу того, что происходит, когда женщина получает равенство с мужчиной. Ну, это вот, наверное, самое интересное. Есть такая писатель, Валерия Солонас, она написала «Манифест общества полного уничтожения мужчин» в 67-м году. Есть такой фильм, он называется «Я стреляла в Энди Воркова». Он, в общем-то, снят как раз-таки вот и об этом манифесте, и о судьбе этой женщины. Вот, в общем-то, там одна из фраз «Женщина остается только свернуть правительство, разрушить денежную систему, внедрить полную автоматизацию, уничтожить мужской полу». Ну, естественно, никакого общества полного уничтожения мужчин не было. Она единственный человек, который, в общем-то, в нем состоял, потому что она написала такое художественное произведение. Она была очень такой истеричной, интересной дамой. В фильме можно посмотреть о ее судьбе, почему она вообще стреляла в Энди Воркова. Но суть в том, что на нее очень часто ссылаются, когда пытаются сказать, что феминистки очень опасные женщины. Но она, в общем-то, говорит, что позже она стала говорить о том, что этот манифест является художественным произведением. Он, кстати, не внесен в реестр всяких запрещенных книг, слава богу. И, в общем-то, на него можно посмотреть. Он очень абсурдный такой, критичный. Там про мужчин пишется «Все очень самое плохое». То есть, что мужчинам, грубо говоря, нужен только секс. Да и в этом, в общем-то, они тоже не получают никакого удовольствия. Ну, в общем-то, очень такая печальная картина. Для чего я здесь это изобразила? Для того, чтобы вы увидели, что то, что обычно понимают под радикальным феминизмом, якобы выглядит так. Но на самом деле радикальный феминизм – это совсем другое. Радикальный феминизм – это направление тоже философии. Ну, или там политических течений в Америке в основном существует. Чем отличается радикальный феминизм от других феминистских концепций? Теоретики радикального феминизма говорят о том, что именно патриархальная культура является основанием для нераненства мужчины и женщины. То есть, если мы изменим наши законы, ничего не изменится. Вот либеральные феминистки, они говорят о том, что самое главное – это нужно изменить законы. А радикальные феминистки говорят о том, что давайте смотреть глубже, давайте найдем фундамент. Этот фундамент заключается в патриархальной культуре. Ее, конечно, нужно как-то деконструировать и так далее, но никаких призывов к убийству, безусловно, нет. Поэтому это последний раз, когда мы об этом скажем, вот в таких абсолютных вещах. И больше к нему возвращаться не будем. И мы задаемся тогда вопросом, а почему, собственно, философы, современные мыслители, наши коллеги, они тоже очень так истерично относятся к феминистской тематике. Можно следующий слайд? И тут я уже такой предложил тезис о академическом и философском неприятии. Основным вопросом феминистской философии является переосновление понятия сущности, человека и критика традиционной антологии, что заставляет в действительной кундаментальной идеи прониковать в ходу своих собственных аналогических оснований. Здесь я хочу сказать о том, что философское неприятие основывается на страхе перед утратой ценностей. В общем-то, большинству людей кажется, что ценности, они фундированы не просто в культуре или в наших практиках поведения, а что они присущи самому бытию. И если мы это бытие каким-то образом разрушаем, то значит, мы разрушаем ценности. Если вдруг человек решил изменить пол, ну, наверное, он пойдет и кого-то убьет, потому что вообще ничего святого от меня стало. В общем-то, здесь, да, присутствуют некоторые категории, например, понятия сущности. То есть там прошло 2,5 тысячи лет с момента возникновения философии, но сущность, она так и определяется, как всеобщие необходимые условия существования, ну, скажем так, предмета некоторого, да. Мы всегда апеллируем к сущности. Значит, если мы говорим о женщине и понимаем, что женщина отличается от мужчины, значит, здесь какая-то женская сущность. И вот именно в вопросе о женской сущности, о феминизме все равно не так просто решается, и заключен как бы ответ на вопрос вообще, что такое современный феминизм. Ну вот, и мы еще дальше поговорим об этом. А традиционная онтология, ну, здесь имеется в виду различные онтологические системы, которые на самом деле политика, как я думаю, формируют онтологию, да, а не наоборот. А обычно в философских классических концепциях именно онтологии является основанием для формирования общества и различных взаимосвязей внутри него. Ну, в общем-то, история, европейская история феминизма, она начинается, в общем-то, с Афрой Бугуар. Ну, вы знаете наверняка историю жизни, в общем-то, тоже интересная такая иллюстрация. Здесь нам важно увидеть, что Симон Бугуар в 1949 году пишет книгу «Второй пол». Кстати, эта книга внесена в Ватикану в индекс запрещенных книг, и, собственно, Римской католической церкви, да, кто к ней принадлежит, запрещено читать эту книгу даже под страхом отречения, да. Ну, это очень интересно, да, почему так. Бугуар открывается на философию Сартра. Что из себя представляет философия Сартра? Ну, наверняка читали роман «Тошнота», да, вот в якобы такое очень пессимистичное описание бытия человека, человеку плохо, его все время дошнит, он испытывает вот эти вот все чувства, потому что наш мир абсурден, в нем нет никакого смысла, но на самом деле Сартра вообще не пессимист, а оптимист, потому что таким образом Сартра показывает, что человек свободен полностью, свободен на вопросе формирования себя. И «Тошнота» является иллюстрацией его философской работы «Бытие и ничто», и вот как раз таки «Ничто» — это и есть человек. «Ничто» — это способ бытия человека. Ну, то есть если стул существует, мы понимаем, что это есть некоторый предмет, вот как бытие находится в себе, оно себе не мыслит, не оплакивает собственную смерть, то «Ничто» — это тот открытый способ существования человека, когда мы задаемся вопросами о собственных пределах. И человек сам творит себя и абсолютно свободен в своем творчестве. Человек не есть тот, кем он хочет быть, и это всегда так происходит. Человек никогда не может стать тем, кем он хочет стать. Сартер формулирует такую фразу, тоже очень известную, «Существование предшествует сущности». То есть если мы посмотрим на всю классическую мысль, где сущность предшествует существованию, потому что сущность является тем необходимым условием бытия вещи или какого-либо предмета, то здесь речь идет о том, что существование предшествует сущности. Симона Дубуар как раз-таки этот принцип переносит в анализ положения женщины. В общем-то она описывает, конечно, свою собственную судьбу. То есть она общается среди писателей, она понимает, что она хочет тоже заниматься именно этим, ей не хочется сидеть дома, расти детей, кулинарничать и все такое прочее. В общем-то можно зачитать цитату. Только в активной производительной деятельности женщина обретает свою трансцендентность, только реализуя свои собственные проекты, она самоубверждается как реальный соль геет, соотнеся свою деятельность к дотяжению поставленных целей. Вот здесь используется понятие трансцендентности, как раз и то, которое характеризует этот проект, то есть человек это проект, это сахарская философия. И осуществляя собственную свободу, тваря, человек выходит, в случае постоянно пересекает свои собственные границы, он сам это трансцендирует. Это является целью жизни любого человека, вне зависимости от пола. Книга Дебувар, она была очень скандальная, там приводится анализ биологических концепций, серьезная птичка психоанализа. Также Дебувар помещает в центр такие понятия, как труд и экономическая независимость, опять-таки потому, что социализм продемонстрировал, что женщина, которая трудится, она равна с мужчиной, и это является здесь ключевым моментом. Что нам нужно запомнить? Для Симон Дебувар специфической женской сущности нет, женщина совершает выбор, выбирает она свою женскую судьбу, или она подобное мужчине, там пишет книги и так далее, и так далее. Вот это вот, наверное, и характеризует Дебувар, потому что она стремилась показать, что между женщиной и мужчиной разницы нет никакой. Если еще слайд, может быть? Женщина не рождается, женщина не становится. Это как раз-таки одна из самых известных ее цитат, которая окажет влияние, в том числе, и на социальных конструктивистов, то есть представителей уже совсем другого направления. И если Дебувар критикует психоанализ и отказывается от сущности, то в дальнейшем развитие феномизма будет связано именно с психоанализом. Здесь я вам расскажу немного о французской мысли, там тоже ничего не видно, поэтому можно поближе сразу. В общем-то здесь следует подчеркнуть, что французские теоретики как раз-таки совмещают структуралистскую теорию, феноменологическую, которая философии является комплектной, это отношение между феноменологией и структурализмом. А феминистки, они как раз-таки это различие стирают и берут лучшее длиной другой теории. То есть вся, в принципе, французская современная феминистская мысль основана на психоанализе. Ну вот я расскажу вам о трех философах, современниц наших. Элен Сиксу, первая, как я хочу рассказать, она про концепцию женского письма. Вот здесь приведена интересная цитата. «Женский текст – это больше, чем просто разрушение устроек. Это вулкан. Когда он написан, он скрывает кору старого наследия мускулинной культуры. Другого пути нет. Для нее нет места, если она – не он. И если это все же она, то есть для того, чтобы смести все со своего пути, разрушить систему институтов, взорвать законы незвергнуть истинный с хохотом». Вот, в общем-то, что значит «незвергнуть эти истины»? Элен Сиксу опирается на теорию реконструкции Деллида. Она вообще посвящает все свои исследования тому, как связано женщину с производством текстов. То есть это, по сути, такое литературоведение. Сиксу не одобряет феминистскую, энергетическую, философию, она, в общем-то, говорит, я не обязана строить теории, по сути, она сам по себе, вот западный феминизм, она критикует. Именно потому, что, говорит, женщина стремится добиться прав в патриархальной культуре, а это просто невозможно. Сиксу выстраивает список бинарных оппозиций, которые основаны на фундаментальной паре – мужской и женской. К этим оппозициям в языке можно отнести солнце-луна, день-ночь, искусство природы, разум чувства. Исиксу говорит, в патриархальной культуре всегда побеждает мужское. Женщина либо пассивна, ибо ее не существует. И поэтому задача – это вот способствовать пришествию женского языка. Исиксу будет в понятии женского письма, ну, вернее, она практически к нему относится. Но наша сейчас задача с вами запомнить, что суть феминистской философии, как бы, одна из, скажем так, очень важных линий, направлений заключается в том, чтобы показать, что именно в женском письме осуществляется так называемое освобождение, если мы можем о нем говорить. Доридар, он говорил о том, что, как производится смысл. Смысл производится не в замкнутой бинарной оппозиции, ну, к этому относятся те бинарные оппозиции, о которых я вам уже сказала, но также системы знаков внутри системы элементов. А смысл производится благодаря системе различий, то есть значения не присутствуют в слове субстанциональном. Речь идет о том, что сама западная метафизика фалалогоцентрична. Что это значит? Что голос в качестве живой речи является метафорой истины. Дорида говорит о том, что именно письмо ликвидирует говорящего субъекта. Письмо предстает как развлечение. И вот Сексу подхватывает эти идеи. Она говорит о том, что женские тексты стремятся к развлечению, стремятся к расколоть бинарные оппозиции. Но также Сексу основывает свои исследования на психоанализе. И она говорит о том, что именно понятие воображаемого является тем пространством, в котором всякое различие упразднено. Еще интересно, что когда Сексу говорит о письме, она использует понятие бисексуальности. Но она говорит об этом только в текстологическом смысле. И она говорит, что новая бисексуальность наполняет воображаемое, позволяющее субъекту перемещаться между мужским и женским. Ну, то есть, таким образом, разрушать всю эту москулинную культуру, жизнь, издавать все истины. Следующий автор за Люсей и Викторой. В общем-то, мне кажется, она достаточно такая интересная и у других авторов не похожая. Ее книга, одна из основных, она называется «Этика полового различия». В этой книге Люсей и Викторой пытаются показать, что главная наша задача сейчас – это вернуться до восхищения, которое вернути, и продемонстрировать таким образом, что мы все это можем переосмыслить и вообще понять заново само половое различие. Также Ирига Рэй, как я уже сказала, все эти женщины были под влиянием психоанализа, и Ирига Рэй написала книгу в спекулю другой женщины, ее, в общем-то, изгнали из Лакановской школы. Я точно так и не поняла из-за какого пошли, но, в общем-то, она слишком расходится с психоанализом в этом курсе, вернее, расходится с утвержденной парадигмой и формирует, ну, вообще-то у нее свободное достаточно творчество. Что вообще характеризует и сексу Ирига Рэй – это вот такое свободное эссеистическое описание, то есть это не теория, в которой там прописано четко понятие, это вот можно назвать эту философию действительно литературой, такой свободной литературой. И также Ирига Рэй отмечает, что дискурс Фрейда, собственно, подчиняется женоненавистническим правилам независленной философии. И следующий автор, очень известный мыслитель на сегодняшний день, Юлия Кристева. В общем-то, Кристева тоже является критиком фиминизма, но вместе с тем мы ее рассматриваем как автором фиминизской философии. Вот у нее есть небольшая статья «Время женщин», там она пишет о том, что «Рядно женщины не являются субъектором этики, созданной классической философией. Но разве женщины не участвуют в том перевороте, который потребует новой эйтики?» То есть это именно о том, что сегодня все условия меняются для того, чтобы включить женщину в культурный дискурс. Сама Юлия Кристева чем известна? Она является ученицей Барта. Она познакомила Запад, в общем-то, с идеями Михаила Тортина. Барт писал в одной из статей, что Кристева как раз-таки благодаря теории диалога Барта демонстрирует, каким образом вообще разбивается язык. Ну, она фигура, так сказать, что известная, я даже не просто хочу подобрать это не так, но это, в общем-то, один из ведущих мировых философов сегодня, который занимался сначала проблемами языка. То есть основные темы у нее, помимо философии языка, это революция, будь, и в том числе и критика феминизма. Понятия, которые она использует, женское письмо и женская субъективность. Начинала она с всем анализа, это термин, который она употребляет, который заключается в критике значения. В общем-то, она также критикует Жака Лакана за то, что Лакан представил фигуру отца как ключевую в западной культуре. Кристева является болгаркой по происхождению, и одним из ключевых тем для творчества являются иностранцы, чужие, другие. Она написала по этому поводу книги, и, в общем-то, она это прилагает к анализу положения женщины. Кристева анализирует соотношение поэтического и материнского. Она говорит, что говорящий субъект всегда расщитлен. Есть сознательное, есть бессознательное. И вот бессознательное, которое представлено в языке, оно не является предметом анализа традиционной лингвистики. А бессознательное, которое представлено в языке, оно и связано с материнством. Что это за язык? Это некоторые ритмы, пульсации, хрипы, все то, что не может быть символично выражено. То есть это некоторый антисимволический язык. То есть получается, что существует ритм как параметр желающего тела, чувственная доминантная речи, то, что предшествует смыслу. Здесь Кристиева анализирует беременную женщину, женщину, родившую ребенка. Получается, что отношение мать-ребенок первично иным отношением. Беременность сама является метафорой расщепленного субъекта. И как же субъект обретает язык? Он его обретает через матери убийства. То есть подобно тому, как в классическом психоанализе использовали вот эту вот иллюстрацию с египовым комплексом, убийством отца. Кристиева ставит на центральное место фигуру матери. Однажды я поступала и рассказывала о социальном конструктивизме. Я там приватила кушиточному этапу о том, что женщина ничем не отличается от кирпичной стены. Потому что подобно тому, как стены можно разобрать на кирпичи, женщина это тоже конструкт, который создан патриархальной культурой. В этом тоже можно ускорить. В общем-то, основное расхождение в французских концепциях заключается в описании специфического женского опыта, описание его универсальных черт под звездой психоаналии. То есть есть феминистки, которые говорят, что сущности женской нет. Есть женщины, философы, которые описывают специфический женский опыт и критикуют опыт американских феминистов, которые стремятся только к свободе в политическом контексте, то есть в равенстве прав. Получается, что мы затрагиваем вопрос о сущности. И мы опять-таки возвращаемся к нашему тезису о том, что почему феминисты боятся. Именно потому, что разрушается онтология классическая, разрушаются ценности, якобы, в результате собственной биоаналитики. Но, в общем-то, это как весь 20-й век мы и стоим. Так, наверное, будете дальше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ